Командный вид спорта, который известен во всем мире – баскетбол. В детской юношеской спортивной школе Слободского района этим видом спорта занимаются не только юноши, но и девушки. Женская команда тренируется под руководством опытной наставницы Ирины Лукиных, за плечами которой 10-летний тренерский стаж. У меня папа прапорщик, он все время руководил кем-то, что-то. Мне так это нравилось. Я думала, тоже пойду военным, но в итоге папа сказал, не надо, пойди лучше с детьми. В январе этого года в поселке Ленинская искра состоялось первенство Кировской области по баскетболу среди команд девушек до 18 лет. Спортсменки из Слободского района заняли второе место. Первенство Кировской области – это для нас всегда такой уровень. Стараемся всегда быть в призерах. Первое, второе, третье место – это желательно, и это обязательно, так как мы спортивная школа. Результат, в принципе, как бы довольный, но вот есть такие вот ошибочки, которые исправлять будем сейчас на тренировке. Как бы не доработали немножко в бросках, немножко не доработали в защите. Анастасия Пашкина занимается баскетболом три с половиной года. Сначала ходила в школьную баскетбольную секцию. Когда пришло желание начать заниматься более профессионально, пришла в спортивную школу. Вторым местом, занятым на первенстве Кировской области, осталась довольна. Это, в первую очередь, опыт, который мы получили, который мы можем применять потом на следующих соревнованиях, который нам очень поможет. И, ну, в целом, главное, что мы хорошо сыграли. А что помешало первое место занять? Наши ошибки – это, в первую очередь, например, мы, возможно, не так хорошо отработали в защите, где-то не проявляли инициативу в нападении. На тренировках, скорее всего, мне больше нравится именно игровая часть, когда мы уже после отработки защиты всех упражнений, бросков играем. Команда не только в спорте, но и в жизни. Дружба, поддержка и совместное времяпровождение – все это помогает юниоркам во время игры в баскетбол. У нас какие-то свои традиции есть. Друг друга поддерживаем обязательно. Это любые дни рождения, любые просто даже мероприятия. У кого-то там, у сестры даже у маленьких бывает день рождения, мы и то их поздравляем. У нас как-то вот это вот так вот слажено мы так. Различные походы, различные лагеря – это очень сдруживает коллектив. А еще я люблю, чтобы и разновозрастные были дети. То есть и старшие, и маленькие, чтобы они занимались все вместе. Вот на летний период у них очень это хорошо получается, и они друг друга поддерживают. И у них формируется команда, именно команда. То есть, например, даже старшие приходят на маленьких поболеть, а маленькие приходят к старшим поболеть. Сейчас спортсменки готовятся к следующим соревнованиям. Тренер ставит упор именно на защиту, так как она является важной и неотъемлемой частью игры. Ближайшие – это 12-13 февраля – это стритбол. Это, опять же, олимпийский вид, новый вид спорта. И получается, мы каждый раз тоже в нем участвуем. В том году мы были первые, опять же. У нас две команды были, участвовали. Мы заняли и первое, и второе место. В этом году выставляю тоже две команды. Ну и стараюсь, думаю, что мы тоже попадем в призеры.